Привет! Меня зовут Нала и сегодня я покажу вам свой Wrexist Journal. Вот эту книжечку Уничтожь меня или то, что я нарисовала за август и июль. Поехали! Сегодня я решила обозреть свой Wrexist Journal Уничтожь меня и то, что я нарисовала в нем, в общем-то, за август и июль. Вот. Я сделала обложку на него, потому что это идет как задание, зарисовать обложку. В общем-то, я всегда делала обложки. Вы знаете, на все скетчбуки, артбуки, вообще все, что у меня когда-либо было, я всегда делала обложки. Вот здесь я решила сделать такую черно-белую в стиле Шерлока или каких-то детективов. Не знаю, вообще я обожаю детективы, поэтому решила сделать такую обложку. На самом деле, я раньше хотела сделать здесь что-то по теме великого Gatsby, тоже одна из моих любимых книжек, и фильм мне тоже по ней очень нравится. Вот. Но как-то мне не пошло, и потому что я рисовала акварелью, поскольку все мои маркеры уже давно сдулись, я решила рисовать, собственно говоря, графику. Вот. Первая страничка у меня тут Нала. Я недолго думала, что нарисовать, я просто начала красить эти буквы, и потом такая, вау, почему бы не нарисовать Налу или еще что-нибудь. Я думала, в скором времени нарисую чего-нибудь здесь. В общем, он пока у меня суховатый, потому что, как я уже говорил, он заполнен не до конца, и я показываю только то, что я нарисовала вот за эти два месяца, с момента его покупки. Так что я думаю, все вот это вот, то, что тут не доделано, будет... Ох, кто-то мне пишет. Будет следующим доделаном. Вот так. Что-то такое вообще дико страшное, может быть, потом заклеим, не знаю. Тут я думаю, нарисовать Энтерпрайз или вырезать его из комикса, который у меня есть по Стартреку, потому что, как бы, комикс-то уже свое сжил. На самом деле, он очень красивый, и я думаю, вырезать и приклеить сюда. Ну, это как получится, может быть, нарисую сама. Дальше инструкции, которые я пока ничего на них не рисовала, ничего не делала. Оставлю это на сладенькое. Материалы. Что-то прям, как в первый день я его купила, и сразу побежала тут все рисовать бегом-бегом быстрее. Вот. Поставь номера страниц. Я думаю, тоже я тут доработаю эту страничку. И вот это ревизор Лены Тучи. Не знаю, почему, но мне дико нравится просто эта передача. Я обожаю ревизор. Не знаю, что со мной не так, и почему она мне нравится, хотя всей моей семье, бабушке, маме, она дико не нравится, потому что они там говорят, вот, тетка какая-то ходит, что-то там нос везде сует. А я не могу... У меня сразу такое чувство, что мне надо пойти убраться в доме. А в доме у меня не всегда есть, скажем так, идеальная чистота, и поэтому очень мотивирующая передача. Она лично для меня. Сломай корешок книги. Вот это я вот так вот нарисовала. Оставь эту страницу пустой. Не знаю, наверное, все-таки надо будет сюда что-нибудь наклеить. Это еще пока не сделала. Мэтт находится в разработке. Вот это реально я пила кофе, и оно прям тут, во какое, аж тут даже просветилось. И оно у меня как будто жиденькое, потому что я всегда развожу кофе с молоком, потому что я не могу пить крепкий кофе. И обязательно с сахаром. Ну, я думаю тоже, что что-нибудь будет потом. Прилегаю в страницу карандашом. Это тоже тут, так сказать, в разработке. Вот я буду потом рисовать. Шерлок. Это самая первая страница, которую я начала делать, и на самом деле он мне не нравится. Потому что он нарисовывает гуашью, разведенную с акварелью. Это все липкое, то есть если приложить руку, то оно все липнет. И вообще я считаю, что это неудачно все. Поскреби эту страницу. Здесь у меня котик. Это мой любимый Цезарь или Миша, два моих любимых вообще самых кота, которые раньше жили у меня на даче. Но Миша-то и сейчас живет, а вот Цезарь, он уже, к сожалению, умер. Что же, что я предполагаю нарисовать. Это кто-то прочитал Достоевского. И преступление и наказание мне очень понравилось. И я решила, вот, как бы, в каждую ячейку нарисовать персонажа. И вот, надеюсь, что скоро я это доделаю. Вообще, очень классная книга Достоевского «Преступление и наказание». Обязательно читайте, если вам это по программе, школьной пригодится, или не по программе, все равно читайте. Сначала было не очень, а потом я дико втянулась, мне дико понравилось, и я не могла оторваться просто от этой книжки. И считаю ее очень классной и интересной. И это тоже я делала в какой-то чуть ли не первый день, поэтому... Вот, это изрисую кругами всю страницу. Сначала я нарисовала просто вот эти кружки, а потом решила нарисовать сверху нал. Ну, как обычно, без нал, и не обходится просто ни один разворот. И, как я и писала в ВКонтакте, что я просто тащусь от рисунков, где кто-то плетет ей косички. То есть я рисую, и у меня прям какое-то эстетическое удовольствие от этого испытываю. Не знаю, что со мной не так, но просто экстаз Мадонны. Я прям не могу. Причем, когда я рисую, это что-то со мной творится. Думаю, нарисовать здесь какой-нибудь яблоко или какой-нибудь бутерброд. Было очень жаль комкать эту страницу, и потом вот тут даже дырочки. Ну, вот. Слишком я силы не рассчитала, и здесь тоже блестит скотч. Пришлось заклеивать, потому что слишком я ее прям чуть не взорвала. Их тоже тут вот что-то. проступила. Тоже одна из первых страниц. Ну, думаю, тоже что-нибудь надо нарисовать. Какие-нибудь конфетки. Вот это лицо, оно меня просто убивает. Это что-то вообще... Пока еще просто я бы сделала, но я бы просто не выбрала слова. Слишком много всяких интересных, классных слов. И это маленький блокнотик «Уничтожь меня». Тут даже есть несколько страничек. Внутри он, конечно, оставляет желать лучшего. Вот. Очень мне нравится. Поднимем блокнот без рук. Тоже, думаю, что-нибудь надо уже. Тоже были идеи начнут этого разворота, но все никак. Вах-вах-вах. Это просто я нашла все наклейки, которые оставались у меня с времен вообще лихого 2007-го, когда у всех детей и вообще у всех подростков были наклейки, и все ими обменивались. И я вот достала свои вот эти закрома, где-то там, оттуда, и решила заклеить полностью эту страничку. А вот здесь я думаю наклеить объемную наклейку с котиком. И поскольку он объемный, я думаю наклеить его в самую последнюю очередь, потому что если я буду рисовать вот здесь, допустим, то это будет очень чувствоваться. Толстая страница стала из наклеек. Вот. Не запомню. Тут я пока только думаю, что наклеить, что вообще здесь придумать. Я думаю, здесь вот где-нибудь нарисовать банан такой и обклеить его весь вот этим наклейками, потому что на самом деле наклейки-то у меня только вот как раз с этих прекрасных бананов, которые единственные фрукты, которые я ем с удовольствием. Ну это прям вообще какая-то жесть. Так. Вот, даже не знаю, что здесь нарисовать. Прям кошмар. Тут уже протестировал. Что-то нет. Что-нибудь нет? Сначала я хотела нарисовать тут Каролину, конечно же, как и все, но... И решила потом все-таки налу. Тут вообще жесть. Надо... Хорошо продумали они, что тут сразу хоп, приклеила так газетку и не видно ничего. Ничего не сделано, кто-то и ленится очень сильно. Вот. Хотела нарисовать какой-то зимний сад, а получилось просто какие-то листья. Что-то все не сделано, напиши фигню немедленно. Миша, который какой-то вообще странного телосложения, я до сих пор не могу понять, что с теми и так. По-моему, у него слишком... Слишком маленькие плечи и большая голова. Но, ладно. Надеюсь, я его когда-нибудь докрашу и допишу здесь слово фигня. Наполнить страниц любым ароматом. Это мои любимые духи Жванши. По-моему, они называются Ангел Оу Демон. В общем, я люблю этот запах. И все, думаю их сюда набрызгать, на эту страницу. Но все, мне как-то... То я на даче их нет рядом, то я в Москве, но мне надо уезжать. В общем, закрой все вне круга. Получилась какая-то планетка. Достаточно мило, но если посмотреть на аналог, то она получается... Из ее... Получается больше дома. Ех. Закрою глаза и соединю точки по памяти. Получился такой маленький мир. Тоже он не доделан, потому что я должна тут белой ручкой сделать волны. Вот. Несу что-нибудь, используя в качестве кисти прядь волос. На самом деле, я стараюсь выполнять эти... Скорее, не столько выполнять задания, сколько рисовать. Потому что я больше использую этот блокнот как скетчбук. Поэтому вот так. А, это мы с бабушкой смотрели на даче какой-то сериал. Ну, когда ты сидишь на даче, без интернета, без всего. И мы смотрели сериал про какую-то следовательницу. И вот там в каждой серии, где было убийство, они все время давали такие смешные цитатки. И я старалась их записывать по мере возможной. Потеряю эту страницу, выброси ей сверхспотели. Ну, вот тоже что-то недоделанное. Вот. Нарисую разноцветные пятна в ячейках. Это я решила нарисовать глаза. На самом деле, мы сидели туда с Марти, и я хотела тут нарисовать просто какие-то кружочки. Она такая, типа, ой, нарисуй глаза, у тебя же там много персонажей. Я такая, вау, а правда, почему бы и нет? И, в общем, спасибо Марте за то, что она предложила мне нарисовать глаза. Я думала сделать этот разворот на камеру, чтобы всем было хорошо. Вот прямо сейчас собиралась и подумала, что нет, если я буду искать всякие газеты, то это будет слишком долго, чтобы вырезать эти буквы М. История одного таракана. Как он? Вот, спрячутся страницу в саду соседа. Я ее нарисовала, и, если честно, мне было очень жалко ее прятать к своим дачным соседям, и я решила отрезать маленький кусочек и написать там, типа, в Brexit Journal, спрячутся страницу в саду соседа. И вот так вот теперь она такая вот обрезанная. Он уже начал тут немножко вот ломаться, и что-то с ним стало происходить. В общем, вот. И, в общем-то, тут, по-моему, да, ничего и нету. Больше тут ничего нету. Видите вот это пятно? Это вообще дикая история. Вот, вот, вот тут оно, вот, и все тут видно, конечно. Это вообще дикая история. Значит, Мы пошли на ВДНХ с друзьями как раз 1 августа, по-моему. И там были всякие увеселительные программы, значит. Ну, мы были там, гуляли, все такое, и потом пошли поесть. Я купила себе лапшу китайскую. Я вообще очень люблю китайскую лапшу. И случилось так, что она оказалась очень большая, то ли я не слишком хотела есть. В общем, я решила не доедать ее до конца и взять с собой. Значит, завернула ее в какие-то... Ну, закрыла, завернула в какие-то салфетки и положила в рюкзак. Я не думала, что она там помнется или что-то с ней случится. В общем, прикажу я домой потом, смотрю, а у меня весь рюкзак в этом жире из-под нее или в каком-то соусе. И просто это было ужасно. Рюкзак просто на выброс. И, в общем, бедному в Рексис Чёрну тоже досталось. Хотя он предназначен для этого, но все равно. Все мои зарядки от телефонов, от планшета, от всего, от всего, от всего, все это тоже было в этом жиру, в этом масле. И с этого момента я решила, либо я доедаю лапшу до конца, либо я вообще не покупаю. Ну, в общем, как-то так. Это был мой Рексис Чёрнл. И то, что я нарисовала здесь за два месяца. Не свое оправдание, то, что здесь мало нарисовано, могу сказать, что у меня был еще скетчбук, который я не могла никак закончить. И поэтому к такому прям насыщенному рисованию я приступила только в этом месяце. Вот буквально недели две я рисую только в нем. Поэтому вот так мало. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заканчивайте мою группу ВКонтакте. Ссылочка обязательно будет в описании. И ждите продолжения. Я надеюсь, что вскоре я нарисую здесь много всего нового и интересного. Пока!